Сергей Витальевич родился 18 октября 1973 года в Москве. Мать Наталья Михайловна работала заведующей магазина. Отец Виталий Сергеевич, актер и режиссер, служил в Театре сатиры в Москве. Виталий Безруков играл и в кино, в том числе в фильме «Хождение по мукам» 1974 года. Капитана милиции в картине «Следствие ведут знатоки». Еще мальчишка Сережа видел в нем пример для подражания, который вдохновил его связать жизнь с актерским искусством. Будущий исполнитель обожал бывать за кулисами театра, где наблюдал за игрой профессионалов. Позже юный артист и сам начал выходить на сцену, руководствуясь советами отца. Тот учил наследника не притворяться, а проживать роль. К поступлению в школу-студию МХАТ Безрукова тоже готовил Виталий Сергеевич. Будущий исполнитель учился под руководством самого Олега Табакова, о котором всегда с благодарностью отзывается в интервью. Стены вуза артист покинул с красным дипломом на руках, после чего продолжил свой творческий путь в театре. Табаков не оставил из поддержки талантливого выпускника и принял его в труппу Московского театра-студии, которым руководил. За период службы там актер сыграл немало ярких ролей в постановках именитых режиссеров. Талант звезды неоднократно был отмечен театральными премиями. Хотя Сергей был востребованным театральным артистом, большинство зрителей узнали о нем только когда ему было уже около 30 лет. Актер дебютировал на экране в картине «Похороны Сталина», где исполнил эпизодическую роль. Все изменилось, когда в жизни актера появился сериал «Бригада», повествующий о суровых 90-х годах. Пробыл на роль Саши Белого проходили около 300 претендентов. Но режиссера Алексея Сидорова никто не устраивал, пока не пригласили Безрукова. Он был утвержден сразу же. Чтобы сплотить артистов, сыгравших главных героев, создатель проекта на месяц поселил их в одном доме. Задумка удалась, ведь Кадри, Сергей и его коллеги Павел Майков, Дмитрий Дюжев и Владимир Вдовиченков на самом деле выглядели так, словно были готовы порвать друг за друга. Возлюбленную Саши Белого сыграла Екатерина Гусева. После премьеры на ранее неизвестных актеров обрушилась популярность и многочисленные приглашения на съемки. Сам Сергей остался доволен ролью, ведь он сыграл самого молодого крестного отца за всю историю. Но от участия в продолжении отказался, поскольку успел перерасти героя. Реакция зрителей была неоднозначной, когда после сурового бандита актер вдруг решил сыграть честного милиционера. Но Безруков не увидел в этом проблемы, ведь его герой в бригаде был человечным, как Павел Кравцов из участка. В итоге этот образ порядочного русского мужчины закрепился за звездой. А звучавшая в сериале «Песни, березы», группа Любе, в записи которой он участвовал, стал ассоциироваться с его экранным воплощением. Первой, вдохновившей Сергея Безрукова на официальный брак стала замужняя женщина, старше его на восемь с половиной лет, Ирина, жена коллеги по актерскому цеху Игоря Ливанова. Она не сразу приняла ухаживание молодого актера, стремительно набиравшего славу после выхода на телеэкраны сериала «Бригада». Но Безруков был настойчив, а соблазн поддаться на пору чувств велик. Ирина не устояла, ушла от мужа, забрав сына Андрея, которого Безруков принял как родного, и начала новую жизнь, выйдя замуж в 2000 году за Сергея, взяв его фамилию. Их семейный союз продлился почти 15 лет. Со стороны казалось, что в семье Безруковых царит идиллия, но на самом деле предпосылки к расставанию зрели не один год. Просто Ирина очень любила мужа, но многое в его поведении закрывало глаза, желая сохранить брак. В 2013 году поклонники были потрясены новостью о внебрачных детях Сергея, матерью которых является Кристина Смирнова. Вскоре после этого он и Ирина развелись. Роман с Кристиной Смирновой привел к рождению двух детей. 20 ноября 2007 года на свет появилась Александра, а 13 июля 2010-го Иван. Артист не сразу публично признался в существовании отпрысков, а первым в октябре 2013 года информацию о них обнародовал отец Сергея Виталий Безруков. О том, что их матерью является не супруга актера Ирина Безрукова, а некая Кристина Смирнова впервые написали летом 2014 года, опубликовав фото детей, гостевших в столице у дедушки. Безруков рассказал, да, у меня есть еще дети, действительно внебрачные, я не снимаю себе ответственность, содержу своих старших детей с самого рождения и не обижаю их. Сейчас мать старших детей Сергея Безрукова живет в английской деревушке, преподает вокал в русской гимназии, дает уроки онлайн. Кристина уехала туда с мужчиной, с которым обвенчалась в 2019 году нидерландцем по имени Мишель. На съемках Млечного пути от внимания коллег не ускользнуло, что между Безруковым и режиссером Анной Маттисон пробежала искра. Не больше было видно по Анне, потому что женщина женщину лучше поймет. Чувствовалась их симпатия и то, как Сергей внимателен к ее словам и смотрит на нее с восхищением, вспоминала Марина Александрова. За короткий срок актер осознал, что Анна – это женщина, которой он искал всю жизнь. В марте 2016 года артист женился на Анне Маттисом, а уже в июле у пары родилась дочка Маша. Момент появления девочки на свет Безруков разделил с супругой. В ноябре 2018 Анна родила сына, которого назвали в честь прадеда Безрукова Степана. Счастливый отец взял декретный отпуск на полтора месяца, чтобы побыть с близкими. Сергей признавался, что благодаря детям испытал невероятные ощущения. Первые шаги малышей, первая робкая папа. Все это до слез трогало мужчину. В июле 2021 года в семье вновь настало прибавление, ведь супруга подарила худруку Московского губернского театра наследника Василия. Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом! Комментировал артист радостное событие. Режиссер и сценарист Анна Мэттисон моложе Сергея на 10 лет. Анна задействует мужа почти в каждом своем фильме. «Моя жизнь как бы разделилась на две части, до и после встречи с Аней. Это две разных жизни, говорит сегодня Сергей. Он с упоением наслаждается отцовством и старается проводить с родными как можно больше времени. И работы у Безрукова сейчас много. Одних только новых фильмов с его участием снимается целых пять. Сейчас Сергею Безрукову 50 лет.